Всем привет, добро пожаловать на канал Кипряда Эстейтс, я Анна и сегодня мы посмотрим очень очень интересный объект на продажу на небольшой бутик-отель, совмещенный вместе с рестораном, который находится в Неметике. Итак, он называется Розаги Гестхаус и если вы подумали, что это связано с названием Розы, нет, это не так, это тип винограда местного, пойдемте посмотрим. Сейчас заходим с основного главного входа и посмотрим комнаты, пойдемте, я вам покажу. Сам Гестхаус, он расположен на территории чуть меньше одного Данума, в одном отсеке расположены комнаты, их всего пять, а в другом у нас находится ресторан. Пойдемте посмотрим комнаты. Комната у нас под номером, мы заходим в первую с вами. Все выполнено в традиционном кипрском стиле, ну и естественно концепция места именно, что вы попадаете в такую традиционную кипрскую жизнь и сможете посмотреть, как это есть на самом деле, как это было несколько лет назад. Например, да, вот видите, что в старом таком стиле красивой ковки выполнено у меня кровати, то есть все очень чистенько, аккуратненько. Старинная мебель, посмотрите, какая интересная. И при том здесь спрятан холодильник, то есть мы не забываем о цивилизации, но при этом, да, естественно, все очень стилизовано под старину. На самом деле на Кипре много таких местечек, и они очень, их очень любят англичане, европейцы вообще. Итак, у нас здесь, кстати, может много человек разместиться. У нас получается достаточно спальных мест, одна кровать, еще одна кровать у нас получается, и еще одна. То есть здесь, в принципе, при желании может лечь аж шесть человек. Посмотрите тоже, как здорово выполнен потолок, но пускай вас не обманывает внешний вид. Здесь, между прочим, двойные стены. Зимой здесь будет очень хорошо и комфортно. Ну, ванная комната как бы обычная, простая. Значит, смотрите, данный ресхаус, он на продажу, на продажу вместе, да, с рестораном, вместе со всеми комнатами, со всей начинкой. Такие места очень популярны даже, знаете, среди местных, которые любят на Байрам приехать и всем своим многочисленным всем местам отдохнуть. Пойдемте дальше. Есть небольшой шкафчик, есть кондиционер, в общем, все необходимое вы здесь найдете. Номер два. А вообще все комнаты, номера здесь, они идентичны. Единственная разница, да, это цветовая палитра. Первая была фиолетово-розовая. Здесь, да, в таком желто-оранжевом цвете, но вот вы даже видите, расположение мебели, расположение кровати, все одинаково. Стоимость размещения на двоих вместе с завтраком составляет 350 лир за ночь. Вот, смотрите, даже есть фен. Интересно, это что такое? Видите отзывы клиентов, которые здесь побывали. Слушайте, с 2000, я вижу, 2012-2014 года. У вас есть шанс приехать и оставить здесь частичку тоже себя классно. Либо можно написать, потом вернуться и найти. Здорово. Испоминания такие, хорошая идея. Стало интересно, в какие цвета еще будет. Значит, здесь у нас такой бордово-красный, немножко так под османские времена. Вообще все здесь оформлено в, естественно, в античном стиле, даже выйти на задний двор через отдельную дверь. Настоящая деревня, вот прям. Когда вы открываете дверь, у вас получается очень хорошее проветривание. Дети здесь оставили послание. Нам понравилось. Love it, lovely, good bed, cool. Это не я. Слушайте, здорово. Классно. В каждой абсолютно комнате есть такая, как книга отзывов. Это здорово. Отзывы и пожелания. Смотрите, комната номер 4. В зеленом стиле. Я вам хочу показать именно одну кровать, полностью античная, которая досталась хозяйке по наследству. То есть это самый настоящий антик. Смотрите, как прикольно. здесь нету даже намека на сырость, потому что с этим можно столкнуться. Тоже античное зеркало. То есть, ну и следят хорошо. Плюс само место находится на возвышенности. Вот, кстати, у кого есть маленькие детки, имейте ввиду. Здесь уже есть кроватка для малышей. И здесь у вас получается, как такой небольшой отсек, совершенно другого типа комната, как маленькая кухня. И санузел. Кстати, с высокими потолками. Вот, раньше сделали высокие. Действительно потолки здесь больше трех метров. Это точно. Вот у нас осталась последняя комната. Каждая комната 45 квадратных метров. Ну и полностью оборудование. Вы видите, спальных мест достаточно. Вообще, по разрешению на строительство, это я уже говорю, не для туристов, а для покупателей, есть разрешение на строительство второго этажа. Можете построить, надстроить. То есть, есть куда расширяться. Это хорошо. Смотрите, кровать очень классная. Красота. Вот. Вот. Здесь Розайги Гастаус. Вот. Я Хава Арыншан. Я сам участник, и работа с работой, работа с работой, и работа с работой. Мы создаваем в 2009 году и готовы. В 2009 году мы познакомили Кыбрыс культуры и обращались и получили мисафиры. Я здесь полностью обладаю к Киприс культуре. Это все, что мы живем в Киприс. Я живу в доме. Ясно-постык, ресторан, утром, ясно-постык, ясно-постык, все Киприс культуре. Продолжение следует... 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 Так... Вот давайте саму территорию... Я вам немножко покажу... Можно выйти, отдохнуть, погулять... Сбежать, скажем так, от городской жизни... Сейчас это очень-очень набирает популярность... До моря здесь, наверное, в районе 8 минут, и вы на прекрасном песчаном пляже. Ну и здесь можно все прелести, скажем так, деревенской жизни прочувствовать на себе. Очень уютно. Притом работают они круглый год. Естественно, оливковое дерево, как же без него. Красота. Пере, смотрите, мы приближаемся к самому ресторану. То есть вот вы видите, комната номер 4, и совсем близко напротив находится ресторан. Кстати, водная скважина ее вижу. И при том здесь есть как, кстати, открытая, так и закрытая территория. Я вам сейчас давайте покажу. Начнем с открытой, и вообще, чтобы вы увидели место, где это находится. Это рядом с равниной. При том зимой, конечно, это большая красота, потому что все у нас здесь покрывается зеленым ковром. Так, а здесь, кстати, прямо за рестораном находятся две печи. Притом вот эта, конечно, сильно. Она больше меня. Высоту, наверное, в два раза. Здесь непосредственно делают, здесь делают фырын-кебаб. При том, что в этой печке можно сделать на 250 человек. А в самом ресторане посадочные места на 120 максимум. Видите, это традиционный кипрский стиль. Вот такие арочки, кипрский кирпич его называют. Кстати, это очень популярно среди европейцев. Они даже покупают дома, приводят их в порядок такие и с удовольствием живут. Так, а вот и сам ресторан. У нас здесь есть камин, вот я сразу вижу. 120 посадочных мест максимум, но, конечно, для того, чтобы 120 человек посадить, нужно будет вот эти вот кресла и диванчики убрать. Интересный момент, то, что у хозяйки даже есть фото одних из своих первых постояльцев. И вот, смотрите, все, естественно, фотографии. Это родственники и семья хозяйки. Есть кондиционеры для больших, для лета, когда очень жарко. То есть это, знаете, самый настоящий такой традиционный стиль старой киприотской, кипрской жизни. А вот, смотрите, делают различные украшения. В принципе, здесь проходят вечера живой музыки. И есть, конечно, производство местной продукции. Санузлы, к примеру, хочу вам показать. А украшение именно бокалов было сделано самостоятельно. То есть, ну, были куплены обычные стаканы, а вот уже декор. Это у нас мастерица-хозяйка. Все, что вы видите, сделано своими руками. Это называется безотходное производство. Это старые полотенца, которые уже не отстирывались. Из них сделали вот такие декоративные элементы. В цемент окунаете и потом это окрашиваете. Вот так вот. Вот, смотрите, очевидно, полотенец было много. Не бойся от постояльцев. И так, ну, естественно, ручная вязка и традиционные костюмы, которые она также одевает иногда на... Особенно, когда приезжают группы туристов, либо с университета приезжают студенты. Вот местная продукция. У нас есть, ну, скажем так, знакомый нам казинак. С ней варенье. Много здесь всего интересного. В общем, и эта же продукция также распространяется по всему Кипру. Вообще, здесь, в принципе, очень принято там вот по соседям, по знакомым продавать что-то вот такое домашнее изготовление. Либо что-то со своего огорода, с сада. Так, ну, и я так понимаю, это у нас хозблок. Вот большой. Я вначале подумала, что это как бар. А нет. Оказалось, что это место для рукоделия. Здесь есть швейная машинка. Притом, да, давно я таких не видела. И у нас кухонный блок. Более такой технический момент. Значит, здесь у нас есть мангальница для обжарки. Раклины. Даже есть посудомойка. Так. Ох, чокус. Мерси. Само обустройство кухни. И можно выйти назад. Действительно, пространство очень большое. Большой холодильник. Ну, и, естественно, приборов тоже достаточно. Также на 120 человек у них все и рассчитано. То есть по максимальной посадке. А это у нас, скажем так, отдел для хлебобулочных изделий. Здесь именно и делается домашний хлеб. Кстати, деревенский кипрский хлеб. Он очень полезный. Так что имейте в виду. Именно здесь все и происходит. Вот, смотрите. Это машинка для замеса. Тесто! Могу туда залезть. Даже влезу. Так у нас растет хлопок. Оторву кусочек. И здесь он используется непосредственно хозяйкой. Она делает из него украшения. Ну, в общем, вот хлопковое дерево. Посмотрите, какая прелесть. Действительно, просто вата. Вата в прямом смысле. Вообще. Самое, что ни на есть, настоящее. Классно. Вон еще есть. О, смотрите, какие пушистые, как облачка. О, такие пушистики. Большие, притом классно. Вот, местное производство. Все уходят от мегаполисной жизни. И начинают больше заниматься сельским хозяйством, скажем так. Продолжение следует.